Инструкция по измерению пайольных лодок для изготовления днища из эрдека. Для того, чтобы новое надувное днище из эрдека подошло идеально, требуется провести ряд измерений. Для начала разложите сборный пол лодки на какой-либо ровной поверхности и совместите в требуемом порядке его части. Обратите внимание, чтобы сопряжение пайолов было ровное, без сдвигов и неплотного прилегания. Стрингеры можно использовать не все, а только пару, передвигая их по необходимости. После того, как пол собран, измерьте полностью его длину и ширину. Ширину следует измерять по внешней грани установленных с обеих сторон стрингеров. Обычно жесткий пол состоит из нескольких прямоугольных пайолов и нескольких пайолов переменной ширины. Сначала самое простое, требуется измерить длину прямоугольной части. После этого требуется снять профиль носового сужения, а в некоторых лодках, имеющих кормовой пайол переменной ширины, это же действие потребуется сделать и с ним. Для этого сначала нужно нанести разметку по длине сужающихся пайолов с шагом в 10 сантиметров или, как в данном примере, использовать в качестве разметки уложенную вдоль продольной оси длинную линейку. После этого провести ряд измерений ширины пайолов, начиная от переднего торца первого пайола до заднего торца последнего сужающегося пайола. Если углы пайолов имеют плавные закругления, то чтобы точно определить ширину, рекомендуется использовать линейки или иные прямые и ровные предметы, как здесь показано, и измерять расстояние от образованных ими углов. Фиксируйте все данные в таблицу, начиная от нулевой отметки длины. Еще лучше, если удастся нарисовать схематичное изображение с разметкой и проставленными размерами. Затем требуется определить расположение отверстия для доступа к клапану кельсона. Измерьте расстояние от передней грани отверстия до носового торца жесткого пола. Затем измерьте диаметр отверстия. Полученные данные также запишите. После этого требуется измерить диаметр баллона лодки по миддлю, то есть в средней части лодки. Эти данные могут быть и в паспорте, но иногда реальный диаметр баллона может отличаться от паспортного. Поэтому настоятельно рекомендуется измерить все вручную. Сделать это можно с помощью линейки и любого длинного и ровного вспомогательного предмета. Для этого лодка устанавливается на ровную поверхность, таким образом, чтобы баллон в средней части лежал на этой поверхности. Сверху на баллон укладывается вспомогательный предмет, а измерение производится от поверхности до вспомогательного предмета. Как видите, никаких сложностей эта процедура не вызывает.